Я думаю, падение продаж сделок по недвижимости приведет к снижению долларовых цен на недвижимость, поскольку у нас цены на недвижимость раздуты, они чрезмерные. Это знают практически все. Не может быть так, чтобы учительница, чтобы заработать на квартиру, семья, молодые учители, учительница, им, чтобы заработать на квартиру, они, по-моему, сейчас должны работать лет 200, кажется. Это абсолютно ненормальная ситуация. Ипотека, построенная у нас, она неудачная. Бюджетные деньги должны идти на строительство, на домостроительные комбинаты, чтобы увеличивать предложения. А у нас бюджетные деньги через систему ипотеки пошли на спрос и вздули цены на недвижимость, и сделали недвижимость только еще более недоступной для обычных трудящихся людей. Поэтому уменьшение цен на недвижимость – это здоровый, естественно, закономерный процесс, который в конечном итоге приведет к увеличению доступности жилья. И, конечно, государственная политика в области экономики строительства должна быть кардинально изменена. Бюджетные деньги должны идти не на спрос, вздувая цены, а на помощь строительству. Вот у нас при помощи государства должно быть построено еще штук 15 цементных заводов и порядка 30 заводов инертных материалов, то есть песок, гравий, там, вот такого рода вещи. И плюс еще нам необходимо с помощью государства строить инфраструктуру, то есть канализация, водопровод, электричество и так далее. И тогда жилье будет более доступным.